Карта мира пластилиновых солдатиков Комната, в которой в детстве с братом мы жили, имела следующий план Размер комнаты 4,3х2,6 метра На этой территории мы спали, учили уроки, играли в свои игры План комнаты это и есть карта мира солдатиков Здесь строились города, проходили битвы, создавались диорамы и тому подобное Давайте с вами посмотрим планировку комнаты У стен стояли кровати Это входная дверь, а это дверь на лужу Подоконник Тумбочка Между кроватями был коврик Занавеска Эту территорию мы называли Русь На подоконнике, спрятанной занавесками, располагались татары Эта территория называлась Германия Именно здесь располагались враждебные русским народам Коврик между кроватями считался обычно морем, хотя его для некоторых битв признавали сушей Кровати считались непреодолимыми горами, и боевые действия на них не велись, за редким исключением Держите эту карту в голове, когда будете смотреть последующие мои видео, чтобы понимать о чем в них идет речь Родители разрешали нам на полу выставлять наших солдатиков и играть в них За это я им очень благодарен Если бы они этого не делали, а требовали соблюдения идеальной чистоты и убирать игрушки вечером после игр То мы никогда бы не создали с братом такого разнообразного и огромного своего игрового мира Если у вас родились творческие дети, не ограничивайте их Пусть творят в своей комнате, что хотят, но в разумных пределах, конечно В противном случае ребенок может просто не раскрыть всего своего потенциала И будет осуждать вас за это Понравилось видео? Тогда поддержи автора Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет Реквизиты указаны в описании к видео Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале Заранее благодарен Жми сюда и смотри интересные видео Не забудь поставить лайк, подписаться на канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok